Всем привет! Вырвались мы на поверхность, даже пока еще не на поверхность, на верхний этаж в предыдущем заходе. Вынесли барку с его отморозками внизу, поднялись на подъемники на разведку и немедленно ступив бой, тут же вынесли охрану. Теперь мы глава шахты, местный такой царек, я не знаю, будут ли это какие-то нам бонусы, но мы сейчас осмотримся и попробуем разобраться в обстановке. Первым делом я хочу поговорить с Иеронимом, товарищем Босх. Тебе лучше вернуться туда, куда ты пришел, говорит освобожденный пленник. Когда они сообразят, что к чему, то отловят тебя, как последнюю собаку, помяни мои слова. А кто такие они? Триумвират, три банды, что заправляют в шахте. Камнеломы, кротокрысы и претеры. Они не позволят никому из вас, обитателей дна, подняться сюда и развлекаться. И не важно, насколько много в тебе спеси и гонора, это естественный порядок вещей. Разве? Веришь или нет, но прежде чем банды поделили шахту и установили какое-то подобие порядка, все было намного хуже. Хочешь ко мне присоединиться ли тебя обратно посадить в клетку? Конечно, я к тебе присоединюсь. В свое время был неплохим воином, знаешь ли. Расскажи мне о бандах. Претеры – самая сильная банда. У них не так много людей, как у кротокрысов. Они контролируют кузницу, а значит у них достаточно стали для создания оружия и брони. Отсюда и название. Кротокрысы контролируют старую шахту, а значит они сидят на самых больших запасах руды. Претерам нужна руда для кузницы, а кротокрысам нужно хорошее железо. Остальное они сплавляют наверх. Камнеломы контролируют водоснабжение, поэтому все с ними считаются. Через их территорию протекает река, и они следят за тем, чтобы никто не смог подобраться и близко. Типит на халяву. Если ищешь драки, то начни с камнеломов. Они плохо вооружены и не ожидают нападения. Скажи им, что пришел торговать, и они тебя впустят. Банды заправляют всей шахтой? Всей, кроме верхнего уровня. А что происходит наверху? Наверху император, хихикает старик. Говорят, что он выше двух метров ростом и может убить человека с одного удара. Его боятся даже стражник. Он заправляет бандами, а банды заправляют всем остальным. Ладно, пойдем. Ироним. У него ловкость восемь. Сила семь. А... Молот. И блок. И критический удар. Но какая же бесполезное сочетание. Хотя... Блок это значит, мы ему дадим щит. И дадим ему ручную колотушку. Маркус будет молот от бедра, от плеча вернее. А этот у нас будет молот из-за щита. Силы у него слабые. Восприятие хорошее. И арбалет у него чуть-чуть есть. Значит, мы его берем вместо арбалетчика. Восприятие у него отличное. Я алхимик, ремесленник. А у него уже ремесло пять. И следующий уровень. Обработка стали. Вот. Сейчас попробуем. Чинить надо что-нибудь? Пока не будем тратить. А сделать, к примеру, молот. Шипастая палица. Я вот смотрю руду, куда мне пристроить. Потому что нет ни бронзы, ни железа. Просто ничего. Руды у меня много. А выплавить он ничего не может. Я бы хотел сделать какой-нибудь молот, допустим. но с бонусами. Но нет железа. Вот в чем дело. А те, что у меня есть, я уже не могу снабдить, да? Разобрать зато можно много, что. Уже 60% вещей потратится. Надо его чем-то, наверное, прикрыть наготу ему. Маркус. Молот одноручный. 5,8. А колотушка? Куда делась? А где колотуха? Кстати, вот маника бронзовая. Это прикрывает удар на руку. У меня такое ощущение, что если так вот сделать, защита увеличилась. Чуть-чуть я буду уже защищаться. Не понял. Куда щит провалился? С этим щитом и атака выше. Но этот понадежнее. У меня же где-то была колотушка прям такая на все деньги раздавалка. у него сопротивление пустынное одеяние. Он просто гол, как сокол у нас. Майку вот эту закинуть. я хочу сейчас прям сходить на речку и посмотреть где там кто щит у него пока только такой будет. вот руды немерено. Видимо для этого нужна... да нет, кузня слишком большая. Вот же в этой печи можно переплавить. она капитальная. Но не получается. Сейчас посмотрим у него второе оружие какой вот меч и кинжала у него не очень. А маленький арбалет на пояс можно надеть? Можно! Можно! И всего два очка действия. Стреляет он если теми же самыми стрелами это будет просто мечта. Но туда пока без вариантов. Держи колотуху. На остановку кровотечения в бою. Тенжалы у него слабые. противоядие я не знаю против кого мы выйдем. В принципе молот очков действия 4 и бувава 4. Без разницы лучше арбалет будет. разница разница особо вижу разницу. удобно было в играх сделано наводишь и сразу сравниваются первое второе так он получше выглядит чем пусть будет рогатый чем похож на не будем уточнять кого шамшир может быть мне взять шамшир 4 9 7 10 нам пяточку в 10 и кого брать четвертым взяли иронима принципе арбалет у него есть даже заряженный поэтому берем наверно квинтуса я думаю разобрать мусор весь чтобы не таскать из или сходить на разведку quintus дается в windows вытягивается даете воинское приветствия пойдем со мной квинт о личный меч нам бы хороших щитов еще вот все хорошо кроме одного я хочу сделать нам принесла 5 сделать что-нибудь хорошее труда че из нее можно сделать может быть он сможет вот так вот добыть две да вот она железо он просто тупо вот здесь его разбирает руду в железо превращает 8 получилось и не так уж и ей много теперь мы можем сделать кавалерийский щит нужно древесина на него если сделать молот шипастую палец не понял на железо 0.4 всего а ни фига себе тогда я пролете пока что с металлообработкой потери половину больше половины но теперь заходит понятно как руду обрабатывать все дальше все экипировано получится чуть-чуть кожи разобрать еще немножко кожи разобрать чинить ничего мы в порядке и наверное разберу я для у меня есть какой-нибудь беспонтовый ножик или топор топор вот есть я сейчас разберу 0.8 топора бронза получается с лука получается древесина одинаковые же они вот теперь я смогу сделать кавалерийский щит смогу и прочность искусность сопротивления урону плюс 2 ему материалов он не требует дополнительных убирает штраф к защите минус 5 прочность плюс 10 тоже хороший третий может нет восьмой уровень нужно ну что вложиться в щит или сделать молот какой-нибудь щит нам нужен у нас уже два с щитом выковали все разбираемся потихоньку с крафтом это замечательно мне щит и урониму вот этот щит а у квинтуса тоже баклер но ему уже не хватает у него меч хороший мазюку его нельзя использовать в бою вот эту можно все разобрались извиняюсь за длительное вступление но кому-то может быть это сэкономит время блин а мы то даже не полечены и лечиться нам нечем ну мы на разведку мы недалеко у нас по вещам о вот еще мусора целая гора можно будет вот она колотуха сейчас я сравню топоры метательных h11 переложить точила кстати да надо же поточить оружие переложили колотуха сейчас сравню просто с той что я ему выдал топоров три штуки то есть насобирать можно будет сопротивление урона 3 и щит если квинтус у нас со слабым щитом во первых мы смотрим иронима колотушка 5-8 4 очка действия 7-10 5 очков действия она хорошая она лучше возьмем вот так щит сопротивление урона 6 у квинтуса вот слабый щит но этот щит нужно отремонтировать да все доски потратим мы на это инвентарь держи квинтус все остальное пусть болтается и айда на разведку я же говорю здесь банд хватает он там выход к реке да здесь алхимия это хорошо давайте пойдем вот сюда насколько сможем здесь по моему просто идет какая-то работа здесь ничего не смотреть не брать а вот так если смотреть вон видно что-то лифт нет автоматически ничего не запускается видимо после того как я окончательно нарвусь на этом лифте кто-то приедет здесь лифт ясно тогда идем на реку больше некуда разговаривать тут не с кем припасы еды я все собрал кристаллики смотри как мы хорошо старились облепиха маленькие желтые ягоды плотно растущие на ветвях кустарников облепихи обладает хорошим питательным свойством эти ягоды имеют репортацию панацеи по крайней мере когда дело касается дыхательных и пищеварительных расстройств полученный из этих ягод масло может усилить лечебные свойства других растений дополнительный региен аватера является природным противоядием любой знахарь может приготовить настойку снижающую воздействие змеиного скорпионового ядов но только умелый алхимик может сварить эликсир который может мгновенно побороть смертельный яд и полностью обезвредить его дополнительный реагент это дура это яд включается противоядие пока оно у нас есть с облепихой никак а вот если облепиха и мухомор вот восстанавливает сниженные параметры с помощью правой кнопки мыши ясно яд пока у нас есть не буду ничего тратить просто лечебная а вот вот и 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 а пахнет это у нас все влечение одно она сама не может нет квинтуса бы вылечить мы все как-то нехорошо выглядим Выглядим. Едва ты заходишь на территорию банды каменоломов, местные тут же замечаете, выдвигаются навстречу. Вскоре вокруг собирается целая толпа. Внезапно толпа расступается, перед тобой появляется темноволосовая женщина, окруженная безошибочной аурой власти. Что за шум? Треботельно спрашивает она. Это мы тут шумим мимо. Здесь никто не шумит мимо, без моего согласия, ухмыляется женщина. В цепи их, парни. Мы сопротивляемся. По-прежнему ухмыляет женщина, позволяет местным сброситься в атаку, затем начинает взводить арбалет. С арбалетом это ты хорошо придумала. Лучник. Они слабые, но постановка плохая. И рыним. Отступать смысла нет, мы отступим. Правда, если эти к нам подбегут, она не сможет сквозь них стрелять, у нее здесь узкий очень обстрел. А пока будем валить этих, эти подбегут сзади, и она будет нас постоянно окучивать. Так что есть, наверное, смысл отодвинуться сюда. Квинтус, тебе достается копейщик. Я тебя поддержу, Маркус. А, нет. Так, сделаем, и уроним. Сюда. Маркус за щитом спрячется. И мы поменяемся с Квинтусом местами, у него щит больше. Попробуем так. Я спал вот сюда. Ты смотри, он не дает, он меня... Я просто игрой уже смеюсь с нее. Он меня оттолкнул мечом на одну клетку. Я потратил все очки действия просто от того, что стоял на месте. Ох, нифига себе, крыса. Ну, смотрим. У него 10 очков. Шанс попасть 50. Шанс попасть 37 всего в него. Это что так мало? А быстрым ударом 52 отравить его хотя бы. Держись здесь, ребятки. У них уже минус один. И раним уже чуть живой. Шанс попасть 4. Ну, попробуй. Да как он в упор-то стреляет, лучник? Игра с ***. Мы и ранима потеряли. Он, во-первых, отошел куда нельзя. А, во-вторых, я не знаю. Каждый раз переигрывать, конечно, блядь. 15 очков здоровья. Вот это вот уже более-менее похоже на правду. Нет, там ты, дружок, печешься. Я не могу сюда встать. Добавил от себя еще. Как к ней-то промчаться? Четыре. Сюда четыре. Давай сюда. Два раза попробуем. Чуть добил. Прячься, да? Сюда. Сколько у него там? 17 очков. Да не щитом же, ну, елки-палки. Теперь давай щитом. Просто, чтобы он не расслаблялся. До нее не попадает. Мы прикроем хотя бы своих. На 14. 21. Роксана сбежала. Во время боя я удалюсь ускользнуть. Это нас вообще не радует. Набрали всякого мусора. Озвучка, конечно, в игре. Вот это вода. Я понимаю, там журчит. Туп. Лава шумит. Теперь вода. Немного забивает все. Лечиться нам так и нечем. Мне это начало напоминать Westland 2, которая проходила несколько, ну, не десятков, но часть серии была вот так же. Не было ничем лечиться. Просто группа была на грани гибели абсолютно. Ироним. Лечиться. Маркус. Лечилка есть у нас. Это штрафы она лечит. А здоровье? Она здоровье лечит? Телебная мазь. Останавливающая мазь. Сейчас проверим, потому что настолько непонятно все написано. А, ну хотя бы не протратили просто так. Написано нет толку. Нет, не я. Вот. Останавливает очки здоровья с облепихой. Получается мазь. Маркус. Подлечился. И, наверное, ему еще один нужен. А, у него есть же. Все, один у нас достиг. Полного уровня здоровья. А по параметрам... Да, нас хорошо, кстати, за них наградили. Все, мы собрались с них разобрать. И вот здесь, наверное, еще одна будет стычка. Потому что лежит сундук. У них здесь ворота. Все укреплено. И как проходить через все это пока не ясно. Иронима надо вылечить. Он, оказывается, очень здорово как-то их добивает. И у Квинтуса тоже 30% здоровья отсутствует. Но лечиться пока нечем. Прошли вход. Разобрали. И вот я сейчас что хочу посмотреть. Он со щитом. Ему блок нужен. Можно качнуть и полотушку его. Мне кажется, блок важнее. Потому что нас очень сильно отгружает. Поэтому ему блок. Квинтус тоже может блок. Можно меч. Мечом он вроде бы попадает, а блок также нужен. Маркусу уклонение, но ему не хватает. Он ждет. Я могу блок и меч, алхимию, длительное зерлье, берсерка, нейростимулятор, склянка кислоты и жидкий огонь. Смогу делать. Но на все это, во-первых, нужны ингредиенты. А во-вторых, до них нужно дожить. Я себе тоже поставлю все-таки блок. Ну пойдемте посмотрим. Что-то выстаивать. Может быть, нам удача улыбнется, и они дальше сбегут. Нет, не сбегут. Роксана, группа хорошо вооруженных людей преграждает вам путь. Женщина снова тут как тут. Она подает сигнал, и двое заключенных выскакивают вперед, чтобы перерезать веревки, удерживающие мост. Возвращение назад больше невозможно. Не теряешь надежды, да? Спрашивает она. Какого черта тебе здесь надо? Я слышал, что у тебя есть черный порох. Мне бы пригодился. Конечно, иди и возьми, говорит женщина, ухмыляясь. Она поднимает маленький глиняный горшок, поджигает фитиль и бросает его с привычной легкостью. Он рассекает воздух и взрывается на полпути, не причинив никому вреда. Женщина пожимает плечами, поднимает еще один горшок. Вперед к победе. Не надо было сюда соваться, нас просто сейчас измочалят. Да вот этих успеть добежать. Копейщик. К лучникам бегу я. И со мной бежит Маркус, у него больше всех здоровья. И Ироним и Квинтус будут заниматься вот этим господином. Я вот сюда. Да еб... Налево. Ребят, вы зря тут чиркаете. Сюда шесть очков, и один раз он успеет кладкушкой врезать. Ого-го. Нехороший знак. Десять очков. Сюда восемь, все равно ударить он не спеет. Поэтому мы сюда становимся, чтобы они не разбежались. Начнем их сейчас колотить. Сюда десять. Сюда шесть. Ух ты, сволочь. Мы полностью потратили все очки, и он нас отбил. На пятнадцать. Лучник. А она как сюда стреляет? Дай ему колоткушкой по мозгам. Хорошо. Мы отравлены. На пояс. Использовал он его? Да. И одним ударом давай мощным в него. А то ходят тут. Обычный удар. А мощный? Шестьдесят шесть. Что, кишочки-то наружу полезли. Прилезли. Сюда. И кинжалом он еще ни разу ни в кого не попал. Ну как она вот может стрелять так? Ведь невозможно. Все мы хорошо сделали. Только из-за того, что играю. Нечестно играет. Нечестно себя ведет в отношении к игроку. Получается вот такая ерунда. Значит, сделаем по-другому. Маркус. Вот сюда. Ироним тебе поможет. Мы с Квинтусом занимаемся лучниками. Да еб, я опять. Ну ладно, запихаем его. Она стреляет даже через них. Ну понятно, сверху может быть. Все-таки достучались, да, крысы? Топорик пригодился. Отравил опять. Вот он достал меч. Сюда шесть. Чай добавил. Использовали. Сразу вот так сильно пострадала, на. Шанс пятьдесят шесть, а мощный сорок один. Попробуй. Эх. Вали его. Да. Да. Дофигеть просто. Двадцать пять очков здоровья. Сколько шанс попасть? Шестьдесят один. Ну попробуем. Два удара. Шанс попасть. Ну зачем ему такой-то смех. Вот сюда. Мощность сорок два. Обычный. Совсем. Клонился. Шесть. Шесть. Шесть очков. Надо два раза просто попасть. Продолжение следует... 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 у меня три очка здоровья и ранима одно вылечит 20 а он один вот все нет нечем лечить а у них здоровья полтинник 55 и еще опять лучник стоит вот здесь и стреляет непонятно куда таким образом но это уже откровенно нехорошо они бы еще забрали вообще все щиты и оружие сказали голыми руками ходите без ничего не вижу пока возможности пройти у них причем лучники один стоит здесь он будет стрелять любом случае пока я с этими буду драться у меня просто нет запасов по здоровью сколько я не знаю сколько раз надо будет пробовать сыграть в рулетку и вообще есть ли шанс пройти это здесь без без лечения даже на нейростимуляторах не пройду потому что у меня нет здоровья первое же попадание смертельно у двух человек ну у меня числа одного одного буду следующий раз уже мучиться два боя мы и так вытянули на морально-волевых а здесь просто математических шансов никаких нет только самоустраниться от битвы куда-то встать чтобы меня никто не попадал и попытаться троими отвоевать больше я не вижу возможности в любом случае это будет следующий раз два боя хороших было попробуем и здесь прорваться спасибо вам за внимание всего хорошего удачи пока я отдам свой щит ирониму сам постою в сторонке они пускай втроем попробуют прорваться шансов очень мало но а кстати гляну сколько дали нужного нам ничего не дали мало очень очков можем следующий раз будем крутить колесо поле чудес и надеяться что чудеса случатся заросли желанное до этого места в лучшем случае здесь будет каких-нибудь там 10 процентов здоровья в ящике вот в этом лежат увидим увидим